Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джека Плей, и мы продолжаем играть в Sims 4, это жизнь в городе, это уже девятнадцатая серия, и давайте по этой серии наберем тысячу лайков, и я в следующей серии отпраздную свадьбу. Как вам такое заявление? Давайте набираем тысячу лайков, и в следующей серии будет свадьба. Так, у нас тут будильник уже вовсю звонит, и говорит, Паула Рока должен приступить к работе через час, как вы хотите поступить? Я думаю то, что мы будем работать дома, потому что он как бы уже отправлялся работать, куда-то туда, я не знаю куда он отправляется, но он куда-то туда уже отправлялся. Я думаю то, что он сегодня поработает у нас дома. Так, рассказывать анекдот про политиков, это изи, и собрать пожертвования, все, это просто легкотня сегодняшней задании, я думаю мы справимся. Так, что тут у нас еще нужно? У нас, кстати, Лэнси уже почти, почти, почти уже выспалась, но давайте они нас еще поспят немножечко, и я вернусь к вам. Лэнси Райт должна приступить к работе через час, как вы хотите поступить? Я, наверное, все-таки останусь дома, давайте останемся дома тоже. Два раза обновить профиль социальной сети, о, изи, пошалить над пятью различными персонажами. Пошалить, вы понимаете? Пошалить. Как же это надо придумать, пошалить, это интересненько. Так, давайте, начальник доволен тем, как Лэнси поработала из дома, и Лэнси получает 194 симолеона. Эх, плохо она поработала, как по мне, потому что, блин, 194 симолеона, это такие гроши, то что мы будем сто лет зарабатывать такие деньги нормальные. Но, в принципе, можем рекламировать товар, наши там симы поспали, но, в принципе, да, Лэнси может уже встать. Просыпайся, красавица. Естественно, пустая тарелка у нас в холодильнике. Давайте приготовим что-нибудь покушать, потому что у нас уже еда закончилась. У меня бывает такой лет-плей, что я приготовлю кучу еды, и она потом просто пропадает. Но в этом же случае, в этой семье, у меня еды не хватает никогда. Я не знаю, с чем это связано, почему так. Но хотя, может быть, она остается потому что праздники, всякие торжества, и потом это, знаете, такие столы, которые накрываются из роскошной вечеринки. И потом это все убирается в холодильник. Ну, не пропадать же добру. К нам нужны какие-нибудь вкусные такие, эти штуки, которые подходят вегетарианцам. Подходят вегетарианцам. О, отлично, давайте спагетти приготовим. Почему-то я, кстати, когда готовил спагетти, помните, серия была однажды такая? Я их не ел. Ну, то есть, Лэнси их не ела, потому что я боялся то, что там используется мясо. Ну, я же не знаю, какая там подливка. Ну, походу, там просто обычная овощная и томатная подливка. Но, мало ли, какая там она может быть, я даже не знаю. Паула, ты там у нас проснулся? Да, в принципе, ты выспался, давай просыпайся. Давайте продвигать общественную цель. И давайте еще сделаем, знаете что? Так, дружелюбное действие, нам нужно взять, собрать пожертвования, давайте. Нормально, смотрите, как мы общаемся через стеночку. Это просто гениально, Симс, ты меня убиваешь. Кстати, нам пришли счета. 500 симолеонов всего лишь. 500 симолеонов, неплохо, то есть, как бы, еще на нас деньги остаются. Слава тебе, Господи. Епс, епс, давай, 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 там, бодри ее, не знаю. Пенни вдохновленно слушает, как Паула с энтузиазмом рассказывает про цель и хочет помочь делу. Поздравляем с успешным продвижением цели. Указывая доверенный факт, дружелюбно улыбаясь, и лишь слегка провоцируя чувство вины, Паула получает пожертвование на сумму 25 симолеонов. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам не надоедать то, что я читаю всегда вот это вот, типа, всякие вот эти, которые информация вылазит? Я ее вам зачитываю. Может быть, вы, как бы, сами можете прочитать, и вас это раздражает. Просто мне как-то интересно это зачитывать. Если вы не против, то я буду зачитывать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, может, кого-то это раздражает, не знаю. Мне просто интересно знать ваше мнение. Иди сходи, да, в туалет лучше, и покушай, 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 взять порцию, и потом, знаете, что... Ну, блин, он не сходил в туалет нормально, ладно, потом... Ага, потом ты, короче, его починишь. Опять у нас туалет сломался, прекрасно. Кстати, Лэнти, давайте еще счета оплатишь. Где наш, кстати, где наш почтовый... А, вот наш почтовый ящик. Давайте оплатить счета за аренду. Иди оплачивай. И потом, как всегда по традиции, мы будем в социальной сети там, короче, всякую фигню делать. Так, давайте социальная сеть. Потом возьмем опубликовать статус. Сколько там нужно? Один раз, да, по-моему? И все, в принципе. А, два раза опубликовать статус. Или подождите, там не опубликовать. Обновить профиль нам нужно. Давайте тогда обновим профиль. Вот, статус социальной сети нужно обновить, я так понимаю. Еще раз обновить можно. Так, все. Все просто обязаны знать, что Лэнси обожает бурита. Десять тысяч обязаны знать новых подписчиков. Офигеть то, что Лэнси любит бурита. Так, нет, не мой тарелку, не мой тарелки. Оставь их, оставь. Я их лучше выкину. Я их лучше выкину. Ну, двадцать нам заплатили, понимаете? Если бы мы выкинули две тарелки, это было бы у нас сорок. Паула, зачем ты взял тарелки? Я понимаю, что ты молодец, хочешь там убираться. Но у нас есть наномусорник, который за нас все сделает. Новый статус социальной сети привлек много внимания. Двадцать подписчиков, понимаете? Много внимания. Ух, как много. Чё это ты... Разделась такая, оделась в этот полотенчик. Она чё, хочет кадрить нашего этого? Паула, что ли? Я смотрю. Возле него всегда в полотенце трется. Вы посмотрите на него. Кстати, были уже комментарии от вас, что, походу, она хочет увезти у Лэнси Паула. Но нет, нет, Паула любит Лэнси и ничего с этим не поделать. Так, давай, протирай пол. Она болтает нас, как всегда. Как всегда. Да, мы всё, мы выполнили. Отлично. Про политиков анекдот. Давайте расскажем про политиков анекдот. Она, так, думаю, она оценит. Давайте рассказать анекдот про политиков. Иди рассказывай. И потом давайте, наверное, возьмём качать пресс и, наверное, ещё потянуться. Также можно отжаться. Всё, мы сегодня все задания выполнили. Мы молодцы. Так что, блин, сегодня задания были очень лёгкие. Вот у неё нужно пошалить, вы понимаете? Пошалить. Я думаю, мы пошалим. Пошалим. Давайте рекламировать будем малоизвестный товар. Потеряем немного подписчиков, но при этом мы получим деньги. А как нам ещё деньги зарабатывать? О, смотрите, тоже новая игрушка. Классно. Это типа как, знаете, как Марио. Прикольно придумали. Это тоже Sims 3 же получается. Да, это всё Sims 3. О, музыка, вы слышите? Когда выполняли какую-то цель, которую нужно выполнить, там, не знаю, во Франции, в Китае, в Sims 3, в Мир Приключений, то выполняли цель и такая музыка играла. Сложно отказаться от лёгких символионов, но реклама получилась неудачная. Вам не заплатили. А ещё хуже того, вы потеряли 163 подписчика. Лэнси, да что ж с тобой не так? Сердитые подписчики за рекламу, корпорации, стейда, приходится расплачиваться. Давайте ещё раз попробуем рекламу сделать. А, мы пока не можем. Окей, давайте попробуем разглагольствование сделать. Может быть, что-нибудь с этого выйдет? Не знаю. Я боюсь, конечно, но надо. Так, что я хотел, кстати, вам ещё сказать? То, что, да, я хочу, чтобы наш Павелл прокачал уже навык игры, чтобы он уже сам играл в такие классные игрушки. 8 тысяч мы получили. Отлично. Неплохо. Ай, Павелл, чем бы тебе заняться? Ты, в принципе, сегодня уже всё сделал. Ты молодец. Давай, ты у нас поопражняешься в пении. О, опять сиренаду. Сиренаду. Классно, кстати, теперь сиренаду можем, понимаете? Вот, то есть, он зовёт Лэнси, получается, а поёт ей сиренаду. То есть, даже через микрофон это можно сделать. Знаете, что я ещё хочу? Я куплю, я хочу синтезатор. Но у нас места нет. Вадьбу сыграем. То, я думаю, сразу же перейдем в другую квартиру. Так что давайте. Всё зависит от вас. Тысячу лайков. И мы делаем свадьбу и переезжаем в другую квартиру. Конечно, мне эта квартира уже очень сильно нравится. Я уже к ней привык сильно, но... Но нам нужно переезжать, потому что у нас скоро ребёночек будет. И нам нужно множество различных комнат новых, потому что тут места как бы нет. Кстати, да, смотрите. Десять тысяч. Пятнадцать тысяч, понимаете? Расослав информацию во все уголки мира, Лэнси получает ещё десять подписчиков. Тысяч. Десять подписчиков. Офигеть. Триста... Триста три тысячи подписчиков, вы понимаете? То есть, мы богаты! Мы богаты подписчиками! Мы просто вообще божим. Популярно! Лэнси пользуется популярностью. Так держать популярность в мире соцсетей признак настоящего мастерства. Что вы меня все просили включить эмоциональную атмосферу вот этой фигурки, чтобы она была у нас всегда игривая. Вот теперь, видите, у нас есть обстановка, настраивающая на игривость. Так что всё... Отлично теперь у нас будет. Игривая обстановка всегда находиться в этой комнате. И это хорошо. Видите? Опять! Опять разглагольствование! Нифига ничего не получилось! То есть, пятьсот пятнадцать подписчиков. Как бы пятьсот пятнадцать подписчиков, это большая сумма. Что, кстати, за задание? Опять, что ли, время игр? Не знаю. Ой, два раза. Вечер игр! Понятно. Ну, приходи, приходи, Кейтлин. Я не против, чтобы ты к нам в гости зашла. Я смотрю то, что к нам решило прийти всё семейство, потусить. Ну, окей, я не против, пусть тусится. Тусится. Тусуется, короче, тусится. Ты долго там будешь успеваться? Давайте куда-нибудь сходим с вами. А то мы сидим всегда дома, и это как-то скучно. Давайте возьмём... И не вечер игр проведём, а про... Ой, уволиться нет. И потом отправляемся. Давайте отправиться. Давайте вот так вот общение. Лара, Пис, Паула, короче, Шиван. Нифига себе, Фирс. Короче, берём всех. А, нельзя так много. Окей. И выбираем вот так вот семь персонажей. И мы идём тусить какой-нибудь, не знаю, там... Клуб, заведение. Сейчас мы что-нибудь выберем классненькое. Посмотрите, как нас много. Офигеть. Нас очень много. Куда бы потусить? Может быть, коктейль-бар «Звёздное небо» здесь? Давайте сюда затустим, потому что, как бы, я там давно не был. Можно пойти туда. Посмотрите, все встали прям в линию. Все в линии стоят вообще офигеть. О, куда она испарилась? Кэнди, алё, куда ты ушла? Так, давайте мы будем, знаете, что делать? Давайте любовные отношения посмотрим у нас, какие с этим. Давайте, подожди, на паузу. Куда все побежали? Куда-то побежали, все разбежались. Ужас какой-то. Хотя романтика. Некокетливо поцеловать, неловко поцеловать в щёку, неадекватно проявить нежность, застенчиво послать ваш душный поцелуй, задать совершенно неуместный вопрос, безуспешно флиртовать. Нормально, давайте... Некокетливо не хочу, давайте неловко поцелуем в щёку. И давайте ещё что-нибудь слегка коснуться щеки. Странные действия с этим... С некокетливым чертой характера. Ну давай, всё, Лэнс, иди там, шепчи ему несоблаздительно что-то. Я не знаю, что ты там будешь ему шептать. Но мне интересно посмотреть. Давай. Как это у нас работает? Это просто такие действия, на самом деле это обычные действия, видите? Это обычные действия. Анимацию не стали менять. Опять пикассный анекдот, давайте. Кстати, нужно раскачивать нам любовные отношения вот сейчас, потому что как бы с его стороны уже всё хорошо. И в принципе на этом, я думаю, хватит. Я знаете, что хочу? Я хочу петь дуэтом. Давайте споём что-нибудь классное. Давайте баллада. Баллада, баллада Паула Рока, давайте. Это получается из этого трейлер, из дополнения Sims 3, все возраста, вот. Ролик. Очень, кстати, ролик нравится, особенно музыка из ролика, просто. Потому что, получается, показывают, как они были молодыми, а потом стали, ну, он сделал ей предложение, и они потом поженились и жили до смерти. Это очень романтичный, кстати, ролик. Он прям до слез пробивает, серьёзно, очень красиво сделали. Те, кто не видел, давайте посмотрите, я вам советую его посмотреть. Посмотрите, там какие-то звёздочки у нас, сердечки. Видите, радуга. Прикольно. Господи, как он Брэй делает. Ой, посмотрите, какая милота. Вообще, блин, как круто. Вот это вот круто, очень красиво смотрится. Очень красиво они, кстати, поют песню вместе, мне нравится. Ой, посмотрите, посмотрите на них. Классно вообще, блин. Давайте что-нибудь ещё новенькое споют, я хочу что-нибудь ещё спеть. Давайте петь дуэтом, давайте поп-музыку. Давайте поп-музыку и также пау-лорока. Пусть поют вместе, мне нравится, когда они поют вместе, они такие классные вообще. О, какая песенка, и трейлер из начала игры Sims 3. Показывает городок Сенсет Вэлли. Так, давайте, зажигайте. Кстати, классно он поёт вообще, мне нравится, как голос сделали мужикам, короче. Кстати, они уже неплохо так поют, намного лучше они поют, чем они пели раньше. Уже приятнее слушать, а то раньше было как-то аж кровь из ушей шла, а сейчас... Довольно-таки неплохо, мне нравится. Ну всё-таки, я обещаю вам, мы должны на протяжении этого летспоют прокачать им полностью навык пения. По-любому должны. Потому что я хочу посмотреть, как они в дальнейшем будут петь. Вообще-вообще, мне нравится, супер-супер-супер. Так, давайте под эту классную ноту, знаете, что сделаем? Давайте мы его как-нибудь, наверное, поцелуем, что ли? Давайте не кокетливо поцеловать. Хотя бы как-нибудь мы его поцелуем, а то он бедный. Не получите никакой от нас ласки. Задать совершенно неуместный вопрос можно. Ой, вы посмотрите на Лару. Ларочка тут, смотрите, в купальничке такая шикарненькая. Так, ну чё там у нас, всё хорошо? О, любовь прибавляется, это хорошо. Безуспешно флиртовать. Ну, походу, у неё очень сильно, очень сильно повышается долго любовные отношения. Но у него всё быстро. Бежливый поцелуй. И можно ещё, значит, застенчиво послать ваш душный поцелуй. Ой, посмотрите, прям как джентльмен сделала. Всё супер. У меня прям такой, знаете, романтический вечер, мне прям нравится. Супер. Так, давай ты у нас с Ларочкой поговоришь, тоже немного. Давайте похвалим её на внешний вид. Кстати, мне купальник её очень нравится. Такая, знаете, прям секси-секси дамочка. Так, давайте поделимся фотографиями с ней. И с Алексом тоже поговорим. Алекс, давай, рассказывай нам все свои тайны. Не знаю. А ты давай, давай ты у нас, Паула, с Кейтлин пообщаешься. Ты должна... Ага, с Кейтлин мы хотели пообщаться. О, Кейтлин, ты хочешь петь или не хочешь? А, она хочет петь. О, всё. О, 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 пошло, пошло. Вот теперь кровь из ушей пошла. Смотрите, тоже в купальных трусах тут Майкс. И давайте возьмём жизнерадостно представиться, давайте. Зачем ты тебе, Сара, это? Паула, лучше познакомься с родителями Лэнси. Мне кажется, намного лучше будет. Давайте расскажем анекдот из серии, кто там. Потом поднимем настроение. И мотивировать будем его. Достигнут пятый уровень в навыке комедии. Неплохо. Активный. Да, кстати, он тоже активный у нас. И можно ещё обсудить мастерство диджейства и танцевального навыка, давайте. И черты характера, и отношения. Они любовники, лучшая подруга, помолвка, родственные души. Как она хорошо Маки поёт, вообще шикарно. Кстати, я забыл, когда там в четверг, по-моему, проходит этот в другом караоке-баре конкурс. Я забыл. Нужно, кстати, в этом конкурсе поучаствовать, и я хочу выиграть в нём. Я просто обязан победить в этом конкурсе. Слушайте, пока не забыл, давайте поприветствовать всех из коктейль-бара Звёздное Небо. Давай, приветствую там всех. Наши что, все покинули? Ну, в принципе, наш Майк здесь... Получается, да, она ушла. Кейтлин, кстати, к сожалению, ушла. Давайте снимать 1500 подписчиков. Он, кстати, куда-то тоже пошёл. Куда он пошёл? Давайте, может быть, они искупаются в бассейне. Посмотрите, как классно звёзды отображаются с неба. Супер. Давайте купаться, Накиша, мне не хочу. Давайте купаться вместе. Не надо ждать напитка. Потом, потом напитки там ваши и все дела. Давайте лучше идите, искупайтесь. Потому что давно что-то мы вообще... Даже не давно, а там вообще не купались ещё ни разу. Опа-на, опа-на, ты бы посмотрите на неё. А, я Нагишом сделал, да? Да, простите, Нагишом. Ну ладно, им, походу, нормально, нормально, вообще шикарно. Давайте возьмём предложить остаться на ночь. Нормально, да? Зачем, если мы и так, в принципе, вместе живём? Куда он, кстати, поплыл опять? Не выходи никуда. Кстати, давайте плавать кругами. И давай ты тоже поплываешь кругами. Ну, кстати, очень классный бар. Опять же, повторюсь, потому что... Вот эти звёзды, эта луна просто шикарно смотрится. Особенно, какой здесь пейзаж. Просто обалденный пейзаж, вы посмотрите. То есть, мы видим каждый район. Мы находимся, в принципе, в центре и видим каждый район городка этого. Это просто вообще супер. Это очень красиво сделали. Наконец-таки городок сделан так, что мы видим районы. Не то, что в Биллокрик были какие-то там просто... Кругом сделан райончик небольшой и всё. А здесь мы видим, получается, как бы... Ну, на фоне сделали районы. Это просто супер. Молодцы разрабы, постарались. Конечно, на этот городок они убили очень много времени. Видно сразу, потому что... Ну, блин, но они могут делать городки. Вот городки у них всегда идеально получаются. С геймплеем, конечно, у них немного... Туго сейчас в последнее время. Но вот городки у них всегда шикарные, красивые. Кстати, у нас, смотрите, тут есть ветряные мельницы, как бы. Электрические мельницы, как хотите так и называйте. Не знаю. А наши красавцы, смотрите, плавают ногишом. Им нормально, вообще шикарно, блин, пипец. Вау, мудлетик. Расслабляющее плавание. Плавание – отличный способ расслабиться и снять стресс. Ну, естественно. Ээээ, подожди, Лэнси, Лэнси. Смени одежду-то, окей, красавица. А то пошла, блин. Давай, ты тоже, как бы, давай, сменяй там... Смени одежду вот на... Не знаю даже какую. Давайте возьмём вот эту. Что-то, кстати, он редко её одевает. Вообще её не видел практически. Вы это видели? Я первый раз это видел. Они ныряют и меняют одежду. Офигеть. Это, наверное, анимация показана для того, чтобы они одевали купальник или снимали купальник. Вот. Я так думаю. Но чтобы они одевали повседневную одежду, первый раз, я думаю, вижу это как бы... Давай ты у нас закажешь какой-нибудь напиточек. И давайте закажем какую-нибудь еду. Еду. Давайте закажем еду. Рогалики. Не хочу. Давайте рыба же... Ой, нет, нет. Только не рыбу. Ей рыбу нельзя. Нельзя ей рыбу. Давайте закажем еду. Чипсы, картофель фри. Давайте картофель фри закажем. Вот картофель фри. Я думаю, ей можно. А он у нас закажет, как раз получается, рыбу. То есть ему рыбу можно. Давайте возьмем рыбу с жареным картофелем. Все. Давай, кушай картошку фри. К сожалению, ты больше ничего не можешь есть. Хотя, посмотрите, смотрите, у нас тут целая прям порция такая, знаете, хорошая. То есть она может поделиться с нами. Смотрите. Неплохо. Давай, иди кушай. Идет, смотрите, бодрой походочкой. Давай, иди кушай и садись вот сюда. Кленси. Ободрить, кстати, можно. Давайте ободрим ее. И также выразим восхищение. Кстати, мы не можем больше, да, поприветствовать. О, можем еще поприветствовать. Давай, поприветствую еще раз. Я думаю, твои подписчики будут не против, если ты поприветствуешь их. Все, короче, у нас уже падает бодрость. Да блин, мы всегда уходим домой в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. Ну, в принципе, это шумный мегаполис, как вы все прекрасно знаете. Тут мы тусим до утра. И наши зимы вообще не высыпаются. Потом идут на работу. Хрен знает, когда... Ну, а что делать? Или вообще не выходят, работают дома, потому что они не в состоянии идти на работу. Она поприветствует их или нет? Давай, приветствуй. Что-то какой-то он, посмотрите, на нас наорал и пошел. Жак, ты что, ты охренел? Нормально вообще. А, тарелка ушла сама. Я думала, она ее взяла. Давайте, кстати, возьмем, пускать пузыри будем. Мы что-то пускать пузыри забыли вообще. 1250 подписчиков. Неплохо. Поприветствовала. Молодец. Что ты поприветствовала? Давай, попускай пузыри. И потом мы, наверное, пойдем с вами домой. Ну, и пускаешь? Мне кажется, могут и сидеть пускать пузыри. Они теперь, видите, синие, потому что они сумникона, да? Они же сумникона? Ну, вроде как сумникона должны быть. О, точняк, где фейерверки остались? О, да, остались фейерверки. Давайте возьмем. Так, это у нас какой? Это у... Хоррэ уже, все, давайте зажечь и зажечь. Давайте посмотрим. О, очень возбужденный. А она очень внимательная. Даже так, вы понимаете? Давай ты будешь смотреть. Иди сюда. Ты можешь посмотреть или ты не хочешь смотреть? Потушить даже можно, офигеть. Давайте посмотрим. О, смотрите, какая красота. Крутой, кстати, фейерверк. И синий, и зеленый. Мы тут решили устроить файер-шоу. На крыше этого коктейль-бара. Нормально. Ну, я думаю, мы закончим на этом серии. Думаю, она вам понравилась. Потому что она, мне кажется, была очень интересная. Кстати, у нас уже почти утро. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте палец вверх. Давайте наберем 1000 лайков. И в следующей серии будет свадьба. Также не забудьте подписаться на мой канал, если вы впервые смотрите это видео. А с вами был, как всегда, Джекоплей. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok